Сочи вошел в тройку лидеров по посещаемости матча Чемпионата мира по футболу. Рейтинг составлен агентством Турстат. В Сочи военнослужащие спасли утопающих. Отдыхающих бабушку и внучку из Якутии вытащили из устья реки Кудепста. Полуголый мужчина сегодня утром мешал проехать машинам на Мацесте. Угомонить его смогли лишь врачи. Почти 200 школьников стали участниками торжественного приема главы города. Из рук мэра они получили заветную статуэтку «Галактика». Из-за возможного подъема уровня воды в реках все оперативные службы края переведены в режим повышенной готовности. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев. Как рассказал глава региона журналистам информагентства, на реке Кубань выставят дополнительные посты. Под особым контролем ситуация должна быть сразу в нескольких муниципалитетах, акцентировал Вениамин Кондратьев. Это Кавказский, Тбилисский, Гулькевический и Усть-Лобинский районы. Главам поручено выставить посты, проверить очищены ли от мусора мостовые переходы, не допустить размыва берега защитных укреплений, всем службам проявить бдительность и в случае необходимости оперативно оповестить местное население. По прогнозам специалистов напряженная паводковая обстановка в некоторых районах сохранится еще 3-4 дня. Топливные вопросы сегодня обсудили в северной столице. Глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером. На встрече обсудили модернизацию системы газоснабжения, развитие сетей заправочных станций и переход сельхозтехники региона на газомоторное топливо. Напомню, «Газпром» – давний партнер властей Краснодарского края. Благодаря компании уровень газификации региона значительно выше среднероссийского и составляет более 80%. Сочи вошел в тройку лидеров по посещаемости матчей Чемпионата мира по футболу. Рейтинг составлен аналитическим агентством «Турстат». Агентство проанализировало посещаемость матчей Чемпионата мира 2018 по футболу в первые три дня. В первую тройку городов по числу зрителей на матчах Чемпионата мира входят Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Игра между сборными Португалией и Испанией на стадионе «Фишт», который посетили 43 866 зрителей, входит в первую пятерку матчей по числу зрителей. Матч открытия Чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии в Лужениках стал самым посещаемым – более 78 тысяч зрителей. А игра между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге – самым малопосещаемым на чемпионате – чуть более 27 тысяч зрителей. В Сочи военнослужащие Росгвардии спасли утопающих, отдыхающих из Якутии, 49-летнюю женщину и ее 11-летнюю внучку Росгвардейцы вытащили из устья реки Кудепста. Сын спасенной женщины написал благодарственное письмо в адрес военнослужащих. Сейчас с командованием рассматривается вопрос об их поощрении. Инцидент произошел недалеко от базы патрульных катеров Росгвардии. Около 7 часов вечера старший мичман Семен Никифоров и мичман Андрей Липай услышали крики о помощи. «Были буквально вот здесь, им мешала подняться на берег волна». «Как она мне рассказывает, я говорю, бабушка сразу подскользнулась, упала на живот и все, ее потащила сразу в воду. И вот точно так же я соскользнула, упала и меня как будто волной, знаете, вот прям подкинула меня вверх. Я уже все руки опустила и я думала, мне бы ее выбросить бы оттуда, как-то помочь. Честно, что я ее пыталась взять и вытащить сюда, а сама-то не умею же плавать». Андрей кинулся в воду сразу. Через минуту подоспел его сослуживец Семен Никифоров. Вдвоем они помогли выбраться из воды и женщине, и девочке. Утром группа водолазов Росгвардии при обследовании дына подняла утопленные личные вещи спасенных – кошелек, мобильный телефон и документы. Все это передали отдыхающей. Полуголый мужчина сегодня утро мешал проехать машинам на трассе в Сочи. Неприятный инцидент попал на запись с видеокамеры смартфона. На проезжей части в районе Мацеста оказался неадекватный мужчина в одних трусах. Он бросался на автомобиль и мешал проезду. Изо рта у мужчины шла пена. Взгляд неадекватный. Очевидцы выложили видео в социальной сети, упомянув, что нарушителя после звонков свидетелей забрала скорая помощь. В Сочи медведь вышел к людям из леса. Жители Красной Поляны испугались не на шутку прямо. Из леса хищник вышел к их домам, сообщает портал Sochi.com. Похоже, что незваный гость почувствовал себя не в своей тарелке и вернулся обратно в лес. Как предположили местные жители, медведь вышел к людям в поисках еды. Случаи, когда диких животных голод гнал к людям нередки. Некоторые в шутку предположили, что косолапа хотел таким образом поприветствовать гостей Мундиаля. Тем не менее, жителям, живущим по соседству и содержащим скот во дворах, пришлось изрядно поволноваться. Сочинское тюльпановое дерево попало в финал конкурса «Российское дерево года». В этом году из Национального реестра старовозрастных деревьев в России экспертами отобраны для электронного прямого голосования 12 претендентов. В прошлом году победителем российского этапа стал дуб из Белгородской области. В конкурсе «Европейское дерево года» он занял почетное третье место. В этом году из Национального реестра старовозрастных деревьев в России экспертами отобраны для электронного прямого голосования 12 претендентов. Один из них – легендарный лириодендрон тюльпаноносный, занесенный в Национальный реестр под номером 189, растет в поселке Головинка Лазаревского района Сочи. За него можно проголосовать на сайте организаторов конкурса. Глава города провел ежегодное совещание с местными бизнесменами и директорами школы детских садов по подготовке к новому учебному году. Ремонтировать образовательные учреждения с помощью так называемых шефов – это уже традиция. Мэр поставил задачу и этим летом обновить классы и коридоры. А перед этим определить компании, которые готовы стать партнерами города и вложить средства в сочинское образование. По окончании единых госэкзаменов директорам нужно переключаться на дела хозяйственные, отмечает мэр. Пора определяться и с шефами. Как известно, у каждой школы или садика он свой. На этот раз в списке на ремонт 21 образовательное учреждение. Поэтому и на совещание в администрацию города были приглашены представители более 20 организаций, которые готовы взять на себя обязательства и решить проблемы той или иной школы к первому сентября. Вот только парадокс в том, что бизнес к сотрудничеству готов, известны и суммы предстоящих вложений. А вот задачи перед потенциальными шефами до сих пор не поставлены. Я просил, чтобы были за конкретной школой закреплены строители. Где они? Я спрашиваю, фамилия строителя есть здесь по 27-й школе? Назовите. Вопрос требует незамедлительного решения, подчеркивает Пахомов, так как летние каникулы уже в разгаре, а объекты еще необходимо сдавать. Контролирующим же органам необходимо время, чтобы принять работу строителей и подписать акт приемки. На деньги коммерческих организаций в школах и детсадах меняют двери и окна, ремонтируют фасады, кроют крыши, устанавливают подсветки вентиляции, приводят в порядок санузлы, озеленяют территории. В этом году предприниматели планируют потратить на эти работы в общей сложности 25 миллионов рублей. В то же время на текущий ремонт объекта в образование город выделил 64 миллиона. Вклад частных предприятий, неоценимая помощь, отметил Анатолий Пахомов, которая позволяет сочинским детсадам и школам становиться лучшими в крае. Строительная техника должна заработать во дворах образовательных учреждений сразу же после ЕГЭ и завершения смен в школьных лагерях, подытожил Анатолий Пахомов. Почти 200 школьников по итогам прошедшего учебного года стали участниками торжественного приема главы города «Созвездие юных талантов Сочи». Лучшие из лучших из рук мэра получили дипломы юного гражданина города и памятный подарок – заветную статуэтку «Галактика». Чествование одаренных школьников в таком формате проводится уже в 23-й раз. На «Созвездие юных талантов Сочи» попали 196 человек. Это юные сочинцы, достойно представившие город на краевом, всероссийском и международном уровнях. Победители в спортивных соревнованиях – дипломанты и лауреаты конкурсов, конференций и олимпиад. В целом же в этом году в различных интеллектуальных конкурсах и фестивалях приняли участие более 47 тысяч школьников города. В детско-юношеских спортивных школах за прошедший год подготовлено 2359 спортсменов массового разряда, 63 перворазрядника и 51 мастер спорта и кандидат в мастера спорта. Я хочу поступать на тренера, так как я достигла много высот в спорте. Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. И вот из-за этого я одареный ребенок в спорт. Среди участников торжественной церемонии и победители школьных олимпиад по математике, физике, биологии и иностранным языкам. Я многого достигну, я не планирую на этом останавливаться. Кроме английского я усиленно занимаюсь физикой. Это довольно необычно в наше время, если честно. Но я считаю, что в этой науке лежит познание мира. Многие ребята, приглашенные на прием главы города, еще и участвуют в отборе в инженерно-математические классы. В новом учебном году для сочинских школьников их открывает образовательный центр «Сириус» совместно с Управлением по образованию науки Сочи. Я хочу сказать, какое внимание сегодня уделяется именно талантам, именно тем деткам, которые смогут, путем, как и со самотверженного труда своего, развить в себе качество ученого, развить в себе качество музыканта, талантливого исследователя. Уверить, что эту работу нам предстоит совершенствовать. И, наверное, в городе Сочи должен появиться центр, который будет напоминать «Сириус». Но это будет городской центр. Пока же занятия от преподавателей «Сириуса» будут проходить на базе гимназии номер 8 и 59 лицея. В самом же образовательном центре у ребят, попавших в инженерно-математические классы, будет возможность углубленного изучения физики, математики и информатики. В итоге выпускники освоят технологии решения инженерных задач, моделирования, конструирования, овладеют основными алгоритмами и опытом проектно-исследовательской деятельности. Благодаря таким проектам следующий торжественный прием соберет еще большее количество одаренных, уверен глава города. Больше в новом учебном году будет и образовательных проектов, открывающих новые возможности для талантливых школьников города. Галина Моисеева, Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Накануне 22 июня Сочи начали проводить памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. Урок мужества «Мы этой памяти верны», который состоялся сегодня, был подготовлен Музеем истории Сочи совместно с прокуратурой города. Среди работников прокуратуры было много ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них Николай Михайлович Мовчан. Он ушел из жизни в 2014 году, и его военная биография бережно хранится в Музее истории. А на встрече с воспитанниками военно-патриотического клуба «Гренадер» ветерана представляла родственница. Анна Михайловна Мартыненко рассказала, как под Калугой танкист был ранен. Село там было Леонтьево, по-моему, называлось. Они его освободили и вышли уже за село, и вышли из танков. Уже пехота все там выгнала немцев. И из стога в стогу остался фашист. И вот, когда они вышли из танков, и он стал стрелять в командира танка и ранил его. Николай Михайлович Мовчан был родом из Краснодарского края и участвовал в обороне Киева. А вот ветеран прокуратуры Валентин Леонидович Гончаров, ныне здравствующий, наоборот, родился в Донецкой области, а был одним из мужественных защитников Кавказа. Ему было только 15, когда начал проситься на фронт, в то время, как его отец служил военкомом одного из отческих госпиталей и вел дневник, который сейчас часть экспозиции зала Великой Отечественной войны. Мы построили мачту, паруса мать шила, и мы занимались парусным спортом. Я изучил все флаги, которые были торгового флота, знал всем опор, я и сейчас могу передать, все, что положено. Сигнальное дело. То есть я был сам уже готов, моряков был. Гончаров был зачислен юнгой на военный катер, выходил в дозоры, высаживал разведчиков на занятый врагом берег, конвоировал транспортные суда, повозил раненых с малой земли, участвовал в Новороссийской десантной операции в освобождении Севастополя. В органах прокуратуры отработал 30 лет. После войны для них война не закончилась. Они стали на борьбу с преступностью, стали на борьбу с бандитизмом. Эта книга, которую мы хотим отдать на хранение музею, здесь описываются все подвиги наших ветеранов прокуратуры Краснодарского края, на которых мы равняемся. В рамках празднования исторической даты 75-летия завершения битвы за Кавказ в Музее истории города Сочи появилось много новых экспонатов. Каждый из них открывает дополнительные подробности военной эпохи. Свыше 6 тысяч экспонатов. Здесь и предметы вооружения, здесь и письма военных лет сочинцев, которые с фронтов Великой Отечественной писали. Здесь и огромный материал по госпитальной базе. То есть коллекция очень разнообразная, и все стороны практически фронтового города Сочи участие сочинцев в Великой Отечественной войне подчеркивает. Вспомнить еще раз имена героев сочинцы смогут 22 июня. В 4 часа утра все желающие по традиции соберутся на мемориале, чтобы зажечь свечу памяти. И в завершение информации от партнеров программы «Санаторий Черноморья» приглашают в лечебно-диагностические и спортивно-здоровительные центры. К вашим услугам крытые и открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.